сегодня в велом мастерской интересный тест мы чистим запчасти сначала керосином потом таким вот обезжиривателем керосин очень хорошо растворяет всю 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 грязьку но оставляя все равно масляные следы поэтому надо обезжирить ну плюс мы используем конечно повторно вторичные то есть сначала мы во вторичке моем потом уже в чистом на тесте вот такая куча перчаток ровно 1000 рублей я сегодня отдал на них в одном известном магазине который занимается спецодеждой сейчас я их по одной штуке возьму засунуть в эту бутылку ну разрежу бутылку налью туда жидкость напихать перчаток и сверху закрою 2 половина бутылки чтобы не сильно испарялась и скотч на еще все это обмотаю и на час на два оставлю посмотрим что будет с перчатками после керосина а потом то же самое после обезжиривателя так вот выглядит 1000 рублей замоченная в керосине на данный момент я думаю часика или двух нам хватит пока другими делами позанимаюсь давайте пока расскажу про перчатки значит первая модель такая вообще тонюсенькая тонюсенькая мягенькая мягенькая просто целлофанчик офигенно таких работ на на было бы очень удобно не знаю правда насколько они износостойкие резиновые кислоты щелочистойки посмотрим дальше перчатки вот такие так тоже опять же резина здесь они уже толстые они намного толще тоже работа с них будет офигенно удобно потому что они тоже все таки мягкие так дальше вот эти вот это у нас синенькие были длинные очень длинные материал наверно 3 по толщине где-то на миллиметр толщины ребристые удобно будет держать различные вещи внутри внутри у нас принципе никакого покрытия нету называются вот так вот дальше просто у нас два вида так то уже уже я запутался где какие были в общем вот эти просто резиновые они вообще без названия вот здесь вот такое название mapa 492 у них какой-то внутри покрытия я открою такой типа тканевая приятный на ощупь перчатки достаточно дубовые то есть такая резина жесткой очень дальше вот эти перчатки перчатки 150 фирмы тракт видимо это копия на те предыдущий внутри резиновое покрытие на двухслойное тоже очень жесткие тоже с тобой вот насечкой и последние перчатки так получается если это мапа то она из вот этого пакета мапа зеленые последние перчатки вот такие них очень толстый второй слой резиновый такой прям он шершавый шершавый на ощупь внутри внутри тоже какая-то тканевая основа все ждем два часа и рассказываю что произошло я немножко заработался прошел час сорок давайте смотреть что у нас после час 40 произошло с перчатками керосине вот эти перчатки черные смотри как разбухли вот здесь вот не попал керосин здесь попал перчатка форму потеряла абсолютно так дальше такая же толстая перчатка тоже она смотрите пошла пузырями изменила свою форму так зелененькая зелененькая еще пофигу зелененькой пофигу 2 зелененькая тоже ничего с ней не стало черная зеленым тоже все хорошо и синяя смотрите как она изменила свою геометрию я прям все пузырями пошло и так у нас в лидерах такая перчатка такая перчатка и вот такая перчатка это час 40 работы в керосине сейчас будем замачивать в обезжириватели во первых это смоем керосин потому что он вонючий и вторых посмотрим как обезжириватель действует на эти перчатки дальше что-то каждый раз у меня работа с велосипедом занимать час сорок и так вот такое количество смотрите обезжириватель у нас было испарилась скажем так столько же керосина мы потеряли на наш эксперимент смотрим зеленая перчатка мапа 492 если какие-то у нас изменения по структуре по текстуре вообще мне кажется никаких изменений как было так она и осталась мать кстати быстро обезжириватель испаряется прямо на глазах синенькие перчатки обратно приняли форму кстати после обезжиривателя то есть они до этого были распухшие насколько я помню сейчас они свою форму вернули в принципе синие тоже можно использовать вторые зеленые здесь у нас крепко было то есть они все-таки на не очень стойки повреждение механическим но к растворителю к обезжиривателю тоже все хорошо вот эти вот прикольные перчатки тоже никаких изменений ничего не задубела все как было все так и осталось черные ухты ёфты ребят я не знаю сколько это видно но перчатка смотрите палец просто они увеличились в размерах они все распупырились это перчатка перчатка великана просто стала замечательно е-мое как ее раздуло то есть вот эти две черные перчатки от обезжиривателя еще больше то сих керосин раздул вот здесь видно керосин их раздул обезжириватель их зафиксировал вот это палец короче в общем вот эти черные не подходят совершенно там в начале видео посмотреть как они называются такие мягенькие прикольненькие в общем к сожалению они не подходят для работы с растворителями подходит для работы с растворителем вот это но она плотная очень прочная то есть этой штукой в принципе можно держать как раз вот острые какие-то штуки и работать эти две зеленые показались отлично вот это дубовая вот это дубовость в они в принципе такие зеленые дубовые это потоньше вот этот тракт она чуть-чуть потоньше материал вот это вот мапа она более грубая и синяя но слушайте синие да тоже ее раздуло мне показалось сначала нормально нет она увеличилась размерах здесь вот видно частично этот шов синяя и для черных не подходят вообще для работы а зеленые подходят и вот это вот черная с таким напыление прохнура дорогая по-моему рублей 500 стоит от эти зеленых принципе что-то меньше 200 они стоят закупки такой эксперимент захожу на фирму где это все покупал покажу им результаты до сравним даже сейчас я наверно до запишу видео сейчас испаритель на завтра на утром запишу видео испаритель испариться я их положу рядышком вы увидите разницу между старыми и новыми между эксперимент экспериментальными перчатками и те которые были что же обиживается очень быстро испаряется где-то спустя полчаса смотрите вот эта перчатка слева будет то что после обработки справа то что нормальная из упаковки так зеленая ничего не поменялось ничего не изменилось зеленая не задубела помягче она стала кстати вот родная жесткая это стало помягче возможно разъедает ее может просто из-за того что она размочилась в общем вот это вот черный зеленым стал намного мягче прям мягче мягче раза в два убираем в сторону дальше зеленая мапа которая у нас более толстая по ощущениям ну чуть-чуть она размягчилась вот это жестче не мытая и мытая смотрите какие ногти грязные это перчатки нужны стала она чуть-чуть помягче форму не изменила но тоже стала помягче то есть какая-то реакция видимо химическая имеет место быть дальше более тонкая зеленая тракт вообще ничего что это мягкая что это мягкая но она тоненькая правда геометрия геометрия ну чуть-чуть вот какие-то да вот что-то типа пупырышков все равно химическая реакция тоже есть надо тестировать то есть две зеленые самые пока лучшие на пальцах помягче стало но ничего не произошло так синяя синяя смотрим да насколько измени увеличился размер насколько поменялся цвет то есть ее разъела конкретно вся эта перчатка не подходит для работы с растворителем вообще но я не разъела ничего дырок пока не появилась сейчас попробуем ее порвать нет не разъела увеличилась размерах то есть видим это для работы с маслом но не с растворителем черные так вот которая потоньше вот которая потоньше смотрите как ее распёрла видно да кстати она уже уменьшилась в размерах мне кажется она больше была так пробуем ее тоже порвать нет не рвется тоже для работы видимо с маслами но не с растворителями в размере увеличилась примерно ну в два а то и в три раза да здесь не в 4 для работы с растворителями не подходит и черная которая толстая гигантская смотрите насколько ну тут точно каждый палец на нас три раза увеличился если не в 5 тоже она не подходит с работы с растворителями на разрыв на разрыв пока держит вот так что вот такой результат